Вот такие печеньки-савоярди я испекла. Их можно использовать как для тирамису, так и просто для употребления с чаем. Также можно давать даже маленьким деткам, потому что печенье очень мягкое и не очень сладкое. Смотрите, как готовить. Вначале нужно отделить белки от желтков. Делаем это аккуратно, чтобы ни капли желтка или скорлупы не попало в белок. Теперь белки ставлю взбивать в комбайне, пока без сахара. Желтки немного присаливаю и буду взбивать миксером. Немного взбилось, белки взбила до пены, теперь добавлю в них сахарную пудру. Если нет сахарной пудры, возьмите сахар обычный. Включила пока на маленькую скорость, чтобы сахарная пудра не разлетелась у меня. И пока перемешиваются белки с сахарной пудрой. В желтки добавлю ванильный сахар, если есть у вас экстракт ванили, добавляйте. И оставшуюся сахарную пудру. Теперь включаю комбайн на полную скорость и взбиваю минут 8-10. А желтки взбиваю до белой пенки. Все, белки у меня взбились хорошо. Следующий этап это смешать белки с желтками. Это тоже нужно делать очень аккуратно, чтобы вот эта воздушность не потерялась. Поэтому делаю это круговыми движениями, как бы снизу вверх. Несколько этапов добавляя белок. Я добавила в три этапа. Теперь в эту яичную смесь мне нужно добавить муки. Тоже в два этапа буду это делать. Просеив одну часть муки, вмешала ее. И теперь просеиваю вторую половину. И тоже делаю это аккуратно, круговыми движениями, чтобы не нарушить структуру теста. Перекладываю все тесто в пакет. У меня нет кондитерского мешка, поэтому перекладываю в обычный целлофановый пакет. Хорошенько все туго заматываем. И, сделав на кончике срез, выкладываю на пергамент смазанным маслом такие нетонкие колбаски. Теста у меня получилось очень много. Я уж потом не знала, куда его девать. И вот так много получилось. Печенье готово. Такие маленькие, которые в рябочке были у меня. Смотрите, какое оно мягкое. Пористое. Очень мягкое. Очень нежное. Теперь ждите рецепт тирамису. Скоро в эфире. До скорых встреч! Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует...